На что способен академический подход? В городском фотоклубе открылась выставка художников-преподавателей кафедры дизайна КПУ. С экспозицией знакомились наши корреспонденты. У Анатолия Якимца даже в станковой живописи монументальный подход. На этих портретах друзья художники, ветераны войны и обычные люди. Тяжелее всего, признается автор, дался портрет отца после тяжелой болезни. Отцу было тяжело позировать, а художнику писать в контр-ажуре. Именно таким и должно быть реалистичное искусство, выстраданным и прочувствованным даже в натюрмортах. Надыхает, по-перше, Украина, ее солнце, особенный наш колорит. Надыхают образы украинские. А вот мрачные апокалиптические этюды Виталия Гончаренко. Цветовую палитру он ограничил от насыщенных цветов намеренно. Если проводить аналогии с кинематографом, получился своеобразный триллер или даже сталкер Тарковского. Вот я хочу воздействовать на зрителя, не просто его ублажать, посмотрите, как весело, как радостно. А хочу затронуть его, то есть заставить задуматься, особенно в такое вот суетливое время, непредсказуемое. То есть как-то задуматься о чем-то более глубинном, о чем-то каким-то вечным. Своебразная живопись, своеобразная, одна как-то импрессионистическая, но авангард, особенно натюрморт преобладает, хотя есть несколько прекрасных портретов. Вы видите такую многоплановость работ наших преподавателей. Дизайн это не совсем, да, художественное творчество. Это прежде всего креатив, это полет мысли. И вот и преподаватели у нас такие, которые студентов не ограничивают только каким-то академизмом, классицизмом в их работах. А стараются развить у них творческое мышление и креатив. Это прежде всего. В общем-то на этой выставке преподаватели университета показывают академический подход. Для студентов есть еще, конечно, компьютерные технологии, проектирование и другие дисциплины, помогающие идти в ногу со временем. Но основа художественного подхода закладывается именно на таких работах, возле каждой из которых можно стоять часами, каждую минуту открывая для себя что-то новое.